Добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас 1 августа, начался новый месяц, последний месяц лета, с чем я и вас поздравляю. Сегодня день у нас очень интересный, и начнем с календаря событий. В 12.30 по Москве мы получим данные из Великобритании, опережающий индикатор по индексу PMI для производственной сферы за июль. Больше интересных новостей в европейскую торговую сессию у нас не ожидается. Сегодня главное событие дня и, возможно, даже в чем-то всей неделе. В 16.30 у нас будут опубликованы данные по Non-Farm Perils, ожидается снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Также сегодня будет опубликован релиз по уровню безработицы, по уровню зарплат, среднечасовой занятости. В общем, сегодня такой полномасштабный отчет по рынку труда в Штатах. Очень важное событие для всех финансовых рынков. И в 6 вечера у нас будет заключительный отчет из Штатов по производственному индексу АСМ. Это аналогичный отчет как в Великобритании, в 19.30 PMI для производственной сферы, просто он называется АСМ в Америке. Начинаем наш обзор с пары евро-доллар. Очень интересные события в этой валютной паре происходят. Безусловно, сегодня основным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США. И до этого времени не следует ожидать сильной волатильности в паре евро-доллар, потому что участники рынка займут выжидательную позицию. Никто не будет спешить с открытием своих ордеров, никто не будет торопиться, все займут выжидательную позицию. И я это советую тоже сделать и всем нашим трейдерам. Потому что сейчас у нас валютная пара евро-доллар зажата между уровнем поддержки 1.3366 и уровнем сопротивления 1.3417. Вот такой у нас боковик, примерно 50 пунктов с небольшим, 51 пункт. Мы в этот боковик зашли сверху, то есть по правилам теханализа мы должны торговать от границы данного боковика по классическим правилам теханализа в направлении основной тенденции. Об этом нам свидетельствует теханализ. Давайте же теперь посмотрим, что же нам показывает фундаментальный анализ. Как я уже много раз говорил, нам в идеале необходимо, чтобы оба анализа показывали одно направление. И теханализ, и фундамент. И тогда это очень хороший сигнал. Но еще раз подчеркну, это не стопроцентный сигнал. Ничего стопроцентного у нас в жизни нет, в том числе и при торговле на валютном рынке Форекс. Да, сигнал очень хороший. Если теханализ и фундаментальный анализ показывают одно направление, но сигнал не стопроцентный, поэтому всегда ставим стоп-лоссы, чтобы контролировать риски. То есть какой вы трейдер, если консервативный, то риск поменьше, а агрессивный риск побольше. Так вот, что нам показывает фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ нам показывает тоже нисходящую тенденцию. Для начала обратимся к еврозоне. Вчера вышли данные по инфляции предварительные. Данные вышли хуже миллиона прогнозов. Инфляция сокращается. В большей степени это как раз было связано именно с сильным снижением цен в Испании. Вчера я об этом также говорил. В Германии цены выросли, а в Испании очень сильно упали. И вот все-таки именно Испания перетянула канат на себя. И в итоге, в совокупности с Португалией и некоторыми другими периферийными странами, И вот в итоге мы увидели снижение инфляции. Это очень крайне негативный момент, потому что инфляция была 0,5, сейчас уже 0,4 в годовом исчислении. То есть уже недалеко до дефляции. И дефляционные проблемы становятся все сильнее и сильнее. У нас на будущей неделе заседание ЕСБ в четверг. Европейскому Центробанку и, в первую очередь, Марио Драги придется как-то это прокомментировать, потому что инфляция снижается. И, естественно, участники рынка будут закладываться на этот негативный фон и будут продавать пару евро-доллар на росте котировок. Потому что так устроен рынок на росте котировок. Крупные участники рынка продают, на снижение они покупают. То же самое необходимо делать и нам. То есть, с одной стороны, у нас инфляция снижается. Если посмотреть на облигационный рынок, это очень сильный индикатор тоже валютного рынка. Периодически он уступает в качестве опережающего индикатора. Там мы наблюдали в среду и в четверг очень сильное расширение спреда доходности между 10-летними американскими и немецкими облигациями. Спред очень сильно расширился. Если бы во вторник он был равен 1.32, то уже вчера в четверг доходил до отметки 1.41. То есть, на 8% пунктов спред расширился в пользу американской валюты. Американские казначейские тражеря пользуются успехом. От немецких бандов народ предпочитает избавляться. И поэтому это тоже благоприятно для американской валюты. Есть межрадочные взаимосвязи, когда растут доходности по 10-леткам американским. Идет укрепление американской валюты. Вчера мы этого сильного укрепления доллара не увидели. То есть, у нас уже есть опережающий индикатор. Такое бывает не часто, что облигационный рынок является сильным таким опережающим индикатором. Но вот сейчас у нас именно это и происходит. Сильное укрепление американских тражерей по доходности имеется ввиду. Цены снижаются и доходности растут. А тем не менее, вчера мы сильного укрепления доллара не увидели. То есть, доллар у нас как бы запаздывает. И естественно, что это запаздывание будет отыгрываться участниками рынка. Что касается сегодняшних непосредственных данных по ПЭРЛСам, то сегодня очень сложно сделать прогнозы, потому что у нас нету одного из ключевых опережающих индикаторов. Это индекс занятости в сфере услуг от АСН. Очень важная составляющая, очень важный компонент. У нас есть три очень важных компонента для определения ПЭРЛСов. Это данные по занятости от ADP, скользящая средняя, четырехнедельная по заявкам на пособие безработицы. И третий, самый важный компонент, это занятость от АСН в сфере услуг. Вот самого главного у нас компонента нет. У нас есть только два компонента. Один показывает на выход данных на уровне 215 тысяч, 218 тысяч. Второй показывает тоже прирост по нонфарм ПЭРЛСам, потому что скользящая средняя, она тестирует минимальные значения. Она снижается, она снижалась все четыре недели в июле. Это очень позитивно. И получается, что мы должны увидеть выход данных выше 200 тысяч. У нас есть эмпирическое правило на рынке Форекс, что 200 тысяч новых рабочих мест по ПЭРЛСам вне сельскохозяйственном секторе США, это благоприятно для ВВП. У нас ВВП будет как минимум 3% и выше. Вот мы видели, что у нас в втором квартале ПЭРЛСа были всегда выше 200 тысяч. И в апреле, и в мае, и в июле. И в итоге мы увидели 4% по предварительным данным. Конечно, на втором оценке, наверное, данные будут уже поскромнее. Может быть, где-то 3,8. Но, тем не менее, очень хороший рост мы увидели. То же самое и сегодня. Стоит ожидать выход данных выше 200 тысяч. Это тоже благоприятно для американской экономики. Даже если данные выйдут на уровне медианопрогнозов, мы, с одной стороны, можем увидеть некоторые укрепления европейской валюты. Как раз именно рост до верхней границы. Вот уровень сопротивления 1,3417. Возможно, будет его прокол. Возможно, мы пойдем даже чуть выше на 1,3451. Второе сильное сопротивление. Но, тем не менее, все равно там будет очень много желающих подать пару евро-доллар, что и нам тоже необходимо делать. Поэтому, сегодня также открываем ордера на продажу. Ордера селлимит. Устанавливаем их на отметках 1,3417 и 1,3451. Два ордера. Одну часть на первом сопротивлении. Вторую часть на втором сопротивлении. Фиксируем прибыль также на уровнях поддержки. Одну часть прибыли фиксируем на отметке 1,3366. Или даже немного ниже. Потому что мы должны его проколоть в любом случае. По правилам теханализа. И большую часть прибыли фиксируем на отметке 1,3295. То есть, лично я ожидаю снижения. Но, если не сегодня, то в ближайшие дни до отметки 1,33. Мы на этой неделе проводили также вебинар «Аннистационная идея Европейский медведь» во вторник. Если кто не присутствовал, вы можете посмотреть видеозапись на нашем сайте в разделе «Обучение и видеоуроки». Там я рассказывал, что сейчас есть очень хорошая возможность для среднесрочной торговли продавать пару евро-доллар от отметок 1,3440 и доливку сделать на 1,3490 с целью 1,3040. То есть, такая среднесрочная идея на 400 пунктов. Можно вполне неплохо на этом заработать. Данная идея рассчитана на август и сентябрь. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар. Вопросы можно написать в чат. Вчера цена не пошла до сопротивления, где были лимиты, сразу же вниз до поддержки. Вследствие чего? Алюбек, спасибо за вопрос. Ну, как вследствие чего? Я сейчас только об этом говорил, что у нас очень сильно расширяется спред доходностей. Это главная причина. Я уже говорил, что до среды, до публикации сильных данных по ВВП, спред был 1,33 в пользу доллара, а уже в четверг вчера находил до отметки 1,41. На 8% он подорожал. Он увеличился. Расширение спреда очень благоприятное для американской валюты. Сами посудите, 8% за 2 дня это очень сильное расширение. Обычно расширение происходит на 1-2% пункта в обычное время. Тут сразу же на 8%. Соответственно, это большой позитив для доллара. Мы увидели снижение, но тем не менее, мы не протестировали вниз уровень поддержки. Мы даже до него не дошли и отбились от него наверх. Поэтому ничего такого критичного пока еще не произошло. Вчерашний минимум 1,3371. Мы пошли опять наверх до 3,4. То есть сейчас мы находимся в боковике. И вот этот боковик необходимо использовать для того, чтобы повыше продать и пониже купить. Вы не отметили индекс производственной активности Германии и всей еврозоны. Я заметил, что исходящее движение евро-доллара несколько угасло, в отличие от фунт-доллара. Возможно, именно эту новость и ждет рынок. При хороших показателях будет отскок на 1,3450. Владислав спрашивает этот вопрос. Владислав, вы знаете, что за индекс вы имеете в виду производственной сферы? Просто если вы имеете в виду PMI, производственной сферы Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерланды. В общем, вся ведущая пятерка у нас ведущая экономика еврозоны. Это Германия на первом месте в рейтинге. Франции, втором Италии, третьем, четвертой Испании, пятой Нидерланды. Они сегодня отчитываются по производственным PMI. Но вы знаете, что данные PMI, это он уже выходил. Сегодня окончательные данные, данные пересмотрены. Они меняются, конечно, на 1,2%, но тем не менее рынок на это не реагирует. Рынок реагирует на предварительные данные. Предварительные данные мы уже получали. По Германии данные вышли предварительные чуть лучше. По Франции очень плохие данные вышли. Поэтому тогда уже реакция была у нас. Сейчас эта реакция будет минимальной. Поверьте мне, что на это не стоит общать внимание, когда впереди у нас ПЭРЛС. Рынок просто проигнорирует это. Я знаю, просто это пауп прошлых лет. Смотреть нужно на предварительные данные по PMI производственного сектора. Сегодня данные окончательные. Они никакого расклада не внесут. С одной стороны. С другой стороны, сегодня ПЭРЛС, сегодня точно все это будет проигнорировано. Поэтому это даже не стоит выделенного яйца данные показатели. Следующий вопрос. А разве коррекции не будет до 1,3460 примерно? Виталий, все возможно. Вы знаете, у нас ничего невозможного нет. Единственное, что хотелось бы отметить. Коррекцию многие ждут. И вполне бывает так, что когда на рынке много участников ждет коррекции, коррекции не бывает. Вот такой яркий пример. Если кто следит за американским фондовым рынком, там есть такая бумага, как Boeing. Наверное, многие слышали эту историю. Там получили супер заказ, работы обеспечены на многие годы. Будет денежный поток, будет валовая маржа высокая. То есть, все замечательно. Вроде бы покупай акцию и жди прибыль. Многие купили и сейчас убытки терпят. А почему это произошло? Потому что это и произошло. Когда все покупают, то естественно, что не могут все заработать. Естественно, те люди, которые двигают рынок, то есть крупные деньги, умные деньги, смарт-мани, они все это видят, что публика, как они ее называют, они нас, вот эти институциональные инвесторы, они себя называют такими великими трейдерами, а нас называют частных обычных трейдеров, и меня, и вас, всех остальных, и в том числе, называют публикой. И вот они говорят, что если публика пошла на рынок, значит нужно делать против публики. Естественно, очень многие покупали Боинг на отметках 125 долларов, 124 доллара. Вчера уже 120 долларов мы видим по Боингу. То есть, вы видите, нет никакого роста. То же самое и сейчас. Я вот общался со многими трейдерами, спрашиваю, какое у тебя мнение по паре евро-доллар. Просто я общаюсь с некоторыми трейдерами, тоже поддерживаем связь, рассказываем идею друг друга. И вот мне говорят, все мне практически сказали, ждем коррекции. Меня это тоже насторожило, вы знаете, как люди ждут коррекции, если у нас очень сильно расширяется спред облигационный. То есть, все указывает на укрепление доллара. Межрыночные связи тоже самое на это указывают. У нас сейчас закрывают длинные позиции на фондовом рынке. Посмотрите на фондовые площадки. Япония падает, Америка падает. Там закрывают позиции и переводят в американский доллар. То есть, где-то деньги должны находиться. Закрывают с фондового рынка позиции и уводят в доллар американский. Облигации растут, золото падает. Когда золото падает, растет доллар. То есть, все указывает на то, что доллар будет расти. Данные ПВП очень хорошие были на этой неделе. И мне говорят, что ждем коррекции в отметку 35.50. Многие говорят. Я думаю, как 35.50, если у нас два есть очень сильных уровня сопротивления. 34.76, 35.02. То есть, люди ждут, что у нас просто будет порушена вся картина. И евро ни с того ни с сего. При том, что еще инфляция вчера у нас вышла хуже. То есть, инфляция и розовь не сокращается. То есть, все указывает на то, что будет вниз. И большинство людей ждут наверх. Но я думаю, наверное, рынок этих людей накажет. И мы пойдем вниз. Но, тем не менее, конечно, некоторый рост мы можем увидеть. С одной стороны, потому что я говорил, у нас сейчас диапазон. И по правилам теханализа мы сначала должны пойти вверх. То есть, к верхней границе. Либо до этой отметки 34.17, либо чуть выше. Сделать ложный пробой этой отметки. После чего должны пойти вниз. Поэтому некоторые тенденции вниз у нас могут. Вверх у нас может быть. Но, тем не менее, ее стоит рассматривать для открытия позиции на продажу. То есть, ничего такого разворотного сейчас в паре до евро-доллар нет. Так, поступили еще вопросы. Сегодня на Пелсе может откорректироваться до 34.40. Игорь, вполне возможно, как раз там и находится вот эта моя инвестиционная идея. Европейский медведь. Первая точка входа 34.40. Поэтому вы можете ей воспользоваться. Тем более, я помню, что вы на этом вебинаре были. Задавали вопросы. Большое вам спасибо за участие активно в вебинарах. Посмотрел график. Да, Боинг упал. Вот действительно, Игорь, вы знаете, многие говорили про то, что Боинг будет расти. Очень много было советов. Я лично выступаю против этого. Потому что, если вы помните, у нас на минувшей неделе была онлайн-конференция. Торговые инструменты. Виды, стратегии, возможности. Там я как раз рассказывал про фондовые индексы. И в первую очередь посвятил свое выступление американскому фондовому индексу S&P 500. Там я говорил, что нас ожидает коррекция. Мы будем снижаться. И снижаться мы будем и в июле начнем. Наверное, и весь август мы будем корректироваться. А уже потом, в сентябре, очень хорошие возможности для покупок. Я лично советовал не покупать американские акции и не покупать фондовые индексы. Потому что они очень сильно выросли и нас ждет коррекция. Как вы видите, коррекция у нас реализовывается. S&P вчера очень сильно упал, если вы можете посмотреть на график. Поэтому мой совет был ни в коем случае не открывать позиции. Ни по акциям, ни по в целом индексу. Тем не менее, некоторые советовали активно покупать Боинг. Очень много было позитива в этом плане. Тем не менее, вы видите, что могли на этом очень много потерять. На тех вебинарах вроде был верхний уровень 1,3471. Но он снизился. Да, он снизился, потому что периодически, как вы знаете, картина меняется. Я строю уровни по 4-часовым, реже, но в первую очередь по дневным и недельным. И вот я периодически просматриваю графики, выбираю экстремумы наиболее важные. Вот сейчас важный экстремум 1,3451. Уровень сопротивления. Если пара евро-доллар сразу улетит вниз. И все возможно, потому что я говорю, что очень много факторов за доллар сейчас. Я купил металлы. Но металлы мы не рассматриваем, поэтому мы перейдем сразу же к паре фунт-доллар. Сегодня у нас отчет от Market Economics по PMI производственного сектора. Данный индикатор является опережающим, и мы его торгуем уже по факту выхода отчета. Его нельзя прогнозировать, потому что именно от его значения уже прогнозируются другие данные. Например, промышленное производство и так далее и тому подобное. Сегодняшний индикатор именно торгуем по факту. Если видим выход данных лучше медиана прогнозов, тогда мы покупаем британскую валюту с целью 1,6920 до сопротивления первого. Если данные плохие, то у нас будет небольшая боковая тенденция, потому что все же сегодня центральное событие это Perls, и поэтому все внимание будет обращено именно на Perls. Стоит отметить, что сегодня у нас медиана прогнозов по PMI 57,2, то есть для того, чтобы покупать, необходимо, чтобы PMI вышел на один пункт выше, допустим, 58,2. Тогда можно покупать с целью 69,20. Если данные меньше этого или даже чуть хуже, то я лично не советую открывать позиции по британской валюте. Дождитесь именно Perls. Сейчас в паре фунт-доллар картина аналогичная, то есть мы снижались потом, у нас сейчас некоторый боковик, и вполне возможно, что мы также продолжим снижение по британской валюте, потому что в рядах Банка Англии некоторый раскол. Одни участники Банка Англии, представители, говорят о том, что необходимо повышать ставки, другие говорят, что вы знаете, данные очень плохие у нас выходят в последнее время, и торговый баланс выходит негативный, и промпроизводство сильно упало, давайте пока не будем торопиться, немного подождем. То есть тоже есть некоторый раскол, как в рядах ФРС, и в этой связи мы видим, что пропал такой ажиотаж в паре фунт-доллар. Раньше эту пару покупали, был такой ажиотаж, теперь его нет. Но с другой стороны, все равно у нас тренд среднесрочный восходящий, поэтому данная валютная пара, она будет снижаться меньше, чем пара евро-доллар. То есть в паре евро-доллар более ярко выражены сходящие тенденции, в паре фунт-доллар она такая вот, пока непонятная, среднесрочным и вверх, краткосрочным и вниз, поэтому здесь все-таки снижение будет менее значительным именно в паре фунт-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуй, свои вопросы. Продажи серебра, ну мы серебро не рассматриваем, поэтому не будем застрять внимание, платиновая группа на средний срок. Да, вы знаете, платиновая группа очень интересной точкой для входа, но тем не менее, вот сейчас у нас такая тоже нисходящая тенденция, связанная она с тем, что доллар сильно укрепляется, и пока, наверное, лучше сейчас платиновую группу не покупать, еще немного поражать снижение котировок. Но тем не менее, платиновая группа будет пользоваться спросом, безусловно. На сильных снижениях быки будут платину выкупать. То есть, этот показатель усилит надежду на повышение процентных ставок? Да нет, вы знаете, данный показатель не усилит надежды, именно PMI, он просто усилит надежду на выход хороших данных по промо-производству. Но промо-производство, оно несет в себе небольшую часть по ОВП, а также небольшую часть именно надежд по усилению ставок, для того, чтобы усилились слухи по ставкам, скажем так, необходимо два фактора. Это снижение безработицы и рост инфляции. Вот два ключевых фактора. PMI, он, конечно, важный, но он важен так в моменте. Это второстепенный индикатор, поэтому в первую очередь он не так интересен, что касается именно ставок. По ставкам смотрим на безработицу и по инфляции. Переходим к следующей нашей валютной паре. Это у нас пара доллар-японская иена. Очереда негативной макроэкономической статистики из Японии с одной стороны и сильные данные из Соединенных Штатов с другой стороны указывают нам на дальнейшее восходящее движение в паре доллар-иена. У нас на этой неделе были опубликованы данные из Японии. Безработица немного увеличилась, доходы немного сократились у японских граждан, то есть зарплаты немного сократились, безработица немного увеличилась, промо-производство показало вновь сокращение, то есть есть определенные проблемы в японской экономике. Несмотря на то, что у нас монетальный регулятор японский говорит о том, что все у нас хорошо достаточно, все двигается неплохо, и мы увидим целевые уровни по безработице, по инфляции. Ну, безработица там очень низкая, она не беспокоит монетарный регулятор, а вот целевые уровни по инфляции мы увидим и так далее и тому подобное. Тем не менее, все так гладко в экономике Японии, и мы видим на этом фоне, что в совокупности с хорошими релизами штатов мы видим очень мощный рост по паре доллар-иена. Наконец, торги проходили в рамках узкого диапазона, как и в паре евро-доллар, только там диапазон был повыше, 50 с небольшим пунктом, здесь диапазон был поменьше, 1272-103 ровно, и вот по правилам техоанализа, то есть фундаментальный анализ у нас показывает тренд вверх, смотрим на техоанализ. Техоанализ показывает также направление вверх, то есть мы росли, потом у нас была накануне узкая консолидация, и по правилам техоанализа также ждем, тестировав нижнюю границу данного диапазона, то есть отметка 1272, и после чего ожидаем роста котировок. Японский фондовый рынок, вполне возможно, покажет еще некоторое снижение, вчера была очень сильная медвежья свеча, и на этом фоне лично я ожидаю, что все-таки у нас будет тестирование нижней границы диапазона на отметке 102.72, чуть пониже, то есть мы увидим такой ложный прокол, пунктов на 20, на 30, это лично мое такое ощущение по опыту прошлых лет, и после чего мы также сможем увидеть тестирование уже верхней границы, то есть котировки пойдут выше 103 фигуры, поэтому если касается торгов по паре доллар-иена, я бы лично размещал позиции на покупку на отметках 102.50 и 102.26. Фиксировал прибыль на уровне сопротивления, первое сопротивление очень сильное 103.28, второе очень сильное сопротивление 103.75. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по парам евро-доллар-фунт-доллар-доллар-японская иена. Так, это 1451 лет, я понимаю, это про платину, да, вы знаете, я сам тоже смотрел на платину, и примерно тоже от этих же отметок я рассматривал, как хорошую возможность для покупки платина, потому что если вы прочитаете недельные обзоры на нашем сайте, в разделе фреш-прогноз, фундаментальный анализ, недельные обзоры, там я тоже указывал, что достаточно интересные сейчас на текущей неделе точки для открытия позиций по платине и по паладию. Там есть тоже и уровни, графики, и также описана фундаментальная и техническая картина по платине и паладию, а также по американскому фондовому рынку S&P, там я указал, что мы ожидаем снижения на этой неделе по S&P. Этот обзор можно почитать, как я уже говорил, в разделе фреш-прогноз, фундаментальный анализ, который я веду на нашем сайте. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, не стесняйтесь. S&P теперь будет падать до конца августа. Виталий, не могу сказать, что прямо именно до конца августа, потому что, ну, я лично этого не знаю, мне никто об этом не говорил, то есть, никто, наверное, об этом тоже не знает, до какого дня упадет S&P, но, тем не менее, S&P будет снижаться. Что касается технической картины, у нас очень сильный уровень по S&P, это отметка 1924 и вторая сильная отметка 1900. Лично я ожидаю снижения до уровня 1900, но поживем и увидим. То есть, должна быть очень хорошая коррекция, потому что мы очень сильно росли, естественно, деревья до небес не растут, поэтому фиксировать прибыль необходимо, инвесторы прибыль фиксируют, тем более, август у нас период отпусков у инвесторов, то есть, крупные игроки рынка в августе уже закрывают позиции, фиксируют прибыль или фиксируют убытки, уходят на отдых и уже возвращаются в сентябре. Почему? Как раз я и говорил, что у нас, скорее всего, в августе будет снижение, и снижение очень достаточно хорошее. Пока что все к этому идет, мы вчера увидели очень сильную медвежью свечу. Поживем и увидим, может быть, весь август будем снижаться, может быть, сейчас немного снизимся, потом в августе будет такой боковичок, флэт, боковая тенденция. В общем, поживем и увидим. Но уровни я вам обозначил, первый сильный 1924, второй сильный 1900. Дальше сильный уровень по S&P 1850. Вот три ключевых уровня, за ними следите. В сентябре обязательно проведем вебинар по американскому фондовому рынку, посмотрим, что же там происходит, что за уровень, и посмотрим, что же необходимо делать на американском фондовом рынке, покупать или продавать. Обязательно проведем такой тематический вебинар. Александр, разве вы не можете подключиться к космосу и загадывать в будущее? Да вы знаете, зачем подключаться к космосу, Владислав, когда можно просто использовать теханализов, фундаментальный анализ, конечно, стопроцентные сигналы не получим, но можно получать периодически очень высокие сигналы и их отрабатывать. Очень хорошие модели рисуются на разных рынках, и это можно все отрабатывать. Да и я думаю, что если кто-то подключится к космосу, то не факт, что он сможет что-то на этом заработать. Хотя вот слышал такую историю, что есть один хедж-фонд, я название точно не помню, просто там очень такое длинное название, поэтому я его и не запомнил. Вот не знаю, история это правда или нет, но говорят, что правда. Слышал такую историю одного знакомого, который некоторое время работал в Америке, в одной из компаний на Уолл-стрит, потом он переехал в Россию, и вот он рассказывал такую историю, что есть один хедж-фонд, который запустил спотники в космос, для того, чтобы анализировать, они активно занимаются торговлей компанией Walmart, есть такая в Америке, в том числе CFD на эти акции, вы можете торговать в нашей компании Fresh Forex, у нас есть такие CFD на акции Walmart, они входят в индекс Dow Jones 30, так вот, данный хедж-фонд запустил спотник, он купил все необходимое оборудование, проплатил, его спотник запустили, и в общем, он отслеживает количество посетителей данных магазинов, то есть, если очень много посетителей, очень много автомашин на стоянках, значит, народ активует Walmart, значит, народ тратит деньги в Walmart, значит, прибыли будут увеличиваться, выручка будет увеличиваться, и значит, Walmart будет расти. Вот, не знаю, правда или нет, но такие тоже вот разговоры есть, что уже космос активно используют для инвестиций. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, большое всем спасибо за внимание, сегодня у нас очень интересный такой живой вебинар, большое всем спасибо за участие, рад, что вы задаете вопросы, высказываете свои мнения по финансовым рынкам, это очень и очень приятно. Еще раз, большое всем спасибо за внимание, желаю сегодня всем успехов, сегодня день очень интересный, будьте очень внимательны и осторожны. И приглашаю вас на нашу вебинару уже на будущей неделе, ежедневно, с понедельника по пятницу. Еще раз всем успехов, и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому!